За основу комедийной пьесы «Греко-римская любовь» ее автор, молодой драматург Константин Попов, взял древнегреческий миф о необычном увлечении начинающего скульптора Пигмалиона. Он воспылал чувствами к созданной им скульптуре – Галатеи. Охваченный страстью воятель не замечает, как боги и учитель, воюющие за власть, втянули его в интригу. Во время представления зрители будут отдыхать, считает режиссер-постановщик, народный артист России Станислав Железкин. Феерическое действие разворачивается под задорный ритм сертаки. Балетмейстер впервые, который ставил самое шоу и во Франции, и в Италии, и везде, и Щук Алексей. Ну и его все-таки удалось нам во времени, в пространстве договориться, чтобы именно он проработал хореографию, если можно так назвать, но она чтобы попала в стиль юмора, современности. Однако зрителям будет о чем задуматься. Герои спектакля «Греко-римская любовь» размышляют о вечных ценностях, любви, верности, спорят об истинных и ложных идеалах. Впервые Станислав Железкин, который по обыкновению вдохновляет труппу на новые свершения, не участвовал в выборе пьесы для постановки. Он положился на мнение заслуженного деятеля искусства России Татьяны Терещенко, художницы, в содружестве с которой поставлен не один спектакль на сцене театра «Кукол огнива». Материал новый, язык, несколько осовременен. И кроме того, адаптации на театр «Кукол», такого материала объемного, это, но я хочу сказать, команда постановочная всегда, режиссер славен, какую он подбирает команду. Но артистов не спор, наши артисты, это как бы наши, все их знают, замечательно справились. Репетиции были сложными, признается режиссер-постановщик, но результат того стоил. Коллеги Станислава Железкина, критики и журналисты остались довольны премьерой. Я в восторге от того, что наши русские люди обратились к легендам Греции. Мы очень любим этот театр, хоть он действительно маленький, но он уютный. Очень нравится здесь представление, как в спектакле, как для взрослых, так и для малышей. Мы ходим сюда с ноками. Спасибо огромное за доставленное удовольствие, нам очень понравилось. Особенно мне нравится работа балетмейстера, да и вообще веселая вещь, очень актуальная, по-моему, на сегодняшний день. По-моему, это будет пользоваться большим успехом у зрителей. Свои слова зрители смогут сказать уже в эту субботу, 10 декабря. Надежда Трифонова, Олег Степанов, информационная программа ДИ.